Добрый вечер, дорогие одесситы! В эфире Медиаинформ 737-7310. Прямой эфир. Можете звонить, обращаться. Мы сегодня будем говорить о восстановлении справедливости. Выдающийся моряк, человек, вошедший в историю Второй мировой войны, наш земляк Александр Моринеско, беспримерным подвигу которого 30 января сугнуло ровно 73 года, когда он утопил судно под названием Гуслов, этот человек был как бы полузабыт, не получил должного при жизни и после смерти были всякого рода еще административно-бюрократические маневры вокруг этой фигуры, вокруг памяти о Моринеско, Александр Иванович. Сегодня на эту тему я хочу поговорить с моряком-подводником, капитаном первого ранга, главой общественной организации воинов-подводников памяти Лунина, Белоусюк. Владимир Иванович у меня в эфире. Здравствуйте, Владимир Иванович. Я так понимаю, что нам отечественных свидетелей подвига Моринеско не хватило, нам нужны были авторитетные свидетели из Германии. Да. Расскажите про это, пожалуйста. Ну, я рад, что мы вас затронули, пригласили в студию. Во-первых, спасибо. Вот. Мы, я думаю, вы покажете, мы создали клип о Моринеско и музыку, который создал Горшков. Он сейчас дирижер военно-морских маркетов военно-морских сил Украины. Музыка никогда на телевидении не звучала. Наши зрители оценят. Вот. Сегодня я хочу рассказать вторую сторону медали, как о подвиге Моринеско говорят сами немецкие офицеры-моряки, которые были на Гуслове, что они писали об этом, и как они к нему уважительно отнеслись, несмотря на то, что они были побежденные. Вот. Это и командир корабля ЦАН, вот, кстати, был командиром подводной лодки ЦАН. Мало того, в 41-м году по заданию рейхи лично Гитлера атаковал судно, на котором был Черчилль, но не промахнулся, из-за что Гитлер не помиловал, поставил его командиром, военным командиром на Гуслов. Вот. И Гюнтер Гросс, который во время войны служил в СС, танковой дивизии СС. То есть, к этим людям, я думаю, что теперь никто не придерется, что они привзяты к Моринеско. Вот. Но они уважительно отнеслись к Моринеско. Потому что, действительно, атака... Но они могут его уважать уже за то, что все-таки остались живы. Да. Они, во-первых, остались живы, но они уважают его не за то, они уважают за то, что Моринеско, во-первых, был действительно моряком высшего класса. Во-вторых, то, что ту атаку, которую Моринеско провел на Васлову Гуслу, который охранял эсминец, именоносец и другие. Хотя наши, к сожалению, историки пытаются все исказить. К сожалению, у нас все искажает. Держите, пожалуйста, в том ролике, который мы сейчас покажем, наверное, нашим телезрителям, упоминается вся вот эта история, связанная с тем, что его пытались забыть? Нет. Это чисто ролик о Моринеско. В основном надо выслушать слова. Очень хорошие слова и музыка создана о Моринеско. Давайте ее послушаем. Давайте послушаем. Моринеско. 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 ПЕСНЯ Число погружений и всплыйдей. Конечно, быть равным должно. Но братской могилой бывает Ложиться под лодка на дно Командир на подводной лодке Словно батя в ответе за всех От КЭПа зависит несчастье, от КЭПа зависит успех. За жизнью людей командир несет ответ. Семь футов под килем героических побед. В походах морских только преданных друзей. Командир подводной лодки, ты герой наших дней, наших дней. На борту несчастливый был номер, но счастливой подлодка была. Возвращались живыми на базу, больше всех потопили врага. Командир Александр Маринеско, ты врагом лично Гитлера был. Значит, сильно громил ты фашистов, значит, родину сильно любил. За жизнью людей командир несет ответ. Семь футов под килем героических побед. В походах морских только преданных друзей. Командир подводной лодки, ты герой наших дней, наших дней. Человек живет столько на свете, сколько помнят о нем на земле. Не забудет родная Одесса, что ты сделал в той грозной войне. Маринеско живет в наших песнях, в наших повестях, в фильмах, стихах. Никогда не забудут потомки, твое имя да будет в веках. За жизнью людей командир несет ответ. Семь футов под килем героических побед. В походах морских только преданных друзей. Командир подводной лодки, ты герой наших дней, наших дней. И победитель. Ну вот, мы посмотрели клип. Что за мирные дни удалось сделать? Герой наших дней, это в общем-то в каком-то смысле аванс. Наши дни многих забыли, наши дни многих оболгали, переврали и так далее. Почему так они справились именно к таким людям, как Маринеско? Понимаете, история всегда крутится по спирали. К сожалению, такие люди, как Маринеско, как и сейчас, таких людей не любят, так и раньше. Они правду говорили власти, если она что-то не так делала. Они были грамные, умные. Они говорили так, как они считали нужно, чтобы для того, чтобы действительно было. Маринеско был очень грамотный подводник, Маринеско очень был грамотный моряк. И политорганам иногда не нравилось, и он не хотел выполнять то, что они. Потому что если бы он выполнял те инструкции, то, что они ему говорили, никогда не потопил бы. Он бы утопил экипаж. Есть звонок. Слушаем вас внимательно. Алло. Приветствую, здравствуйте. Здравствуйте, господа. Ну, к сожалению, тема не самых приятных. Что я могу сказать? Я могу сказать только одно, что я футал под эту музыку и поклонился этому человеку. Все, что я могу сделать. А все остальное, Юрий Ильич, это не требует ни комментариев, то, что в нашей стране происходит, кто у нас герой, кто у нас забыть. Все, на этом точка. Будьте здоровы. Спасибо, Александр. Это наш постоянный, как бы, такой, я уже по голосу узнаю. Понятно. Поэтому я хотел сейчас раскрыть вторую сторону, как о самом Маринеске говорят те немцы, которые были на Вацлава Гусовой. Вот мы берем, например, Гентер Грасс, который выпустил роман «Траектория краба». Где он рассказал полностью, что происходило в тот момент, когда торпеды попали в борт непосредственно Вацлава Гусовой. А это он атаковал? Вот, нет, нет. Когда попали в Черчилль, это Цан. Цан был военным командиром. То есть на Вацлава Гусова было четыре командира. Коммерческий командир, военный командир – это Цан. Это самое… Столько разрешения Цана на Вацлава Гусу сажали, как пропуск был, чтобы посадить людей тогда с Дансинга на корабль, чтобы увезти. Это были высшие эшелоны СС, экипажи подводных лодок, документации, картины, золото, серебро. Это не мои мысли, это описал в книге «Гентер Грасс. Траектория краба». Второй – это был коммерческий директор на этом корабле. Это Гейнс Шон. И Гейнс Шон, вот, он выпустил тогда «Катастрофа Гуслова», тоже книга, которая была бестселлером в Европе, когда ее прочитали. То есть это те люди, которые были на Гуслу. И они очень уважительно относились к Маринесскому. Мало того, Гейнс Шон в свое время приехал на могилу Маринеска в Санкт-Петербург и поклонился. Он поклонился человеку, который был воин, просто воин, и которого моряки уважают. Вообще есть у моряков такое, что уважать друг друга. Потому что это действительно воина тяжелая служба, тяжелая работа. И рискованная. И рискованная. И то, что тогда Маринеска вышел в атаку, прошел вот это заговорение и торпедировал именно Вацлав Гуслов, вот, это заслужило действительно уважения. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что мой гость сам подводник, главный механик, последняя должность, если говорить сухопутным языком, на подводной лодке. Он семь с половиной лет провел под водой, суммарно. Количество времени, проведенное в дальних походах в глубинах океана, у него семь с половиной лет. Семь с половиной лет. Поэтому Владимир Иванович знает, о чем говорит. Ну, допустим, в своей книге тот же самый ЦАН, будем говорить военком, он писал, что, во-первых, да, судно не было гражданским. Это сами немцы, которые служили в СС, это не было гражданским. Оно вооружено было шести... установка четырехствольными 88-мм пушками. Балатом, у него была маскировка, полностью маскировка военного судна. Вот. У них было полностью войска, которые пересоцировались на фронт. То есть, оно, и они утверждают, это с их словом, это почитать книги, кто хочет, это не было гражданское судно, как потом собирались наши политики, другие, что-то перевернуть, очернить Маринеско. То есть, сами немцы признали, что это было военное судно и выполняло военные задачи. Поэтому, мало того, как я сказал, его судно храняло, во-первых, эсмины ТЦ-36 и миноносец Лёва. Это мощные корабли, которые были в охранении. Но сам маневр, который совершил Маринеско, я слышал, он совершенно беспрецедентный. То есть, чисто техническое исполнение вот этого прохода под судном, выныривание, расстрел и снова исчезновение, это было сделано мастерски. Он атаковал с мелкой, будем говорить, стороны, но сам смысл, в чем Маринеско, будем говорить, как командир. За все время, то, что он выходил в атаку, беспрецедентной атаке, он сохранил экипаж. У него не было, он не погубил экипаж, он не затопил подводную лодку. Сколько это человек на АС-13? Я сейчас затрудняюсь сказать, что где-то около 40 человек в общей сложности. Это средняя лодка? Это средняя лодка, СКДС-13, кстати, несчастливое число, но она оказалась счастливой. Она была несчастливой для немцев? Да, несчастливой для немцев. И после того, когда Маринеско очернили, после того, это первые подняли Санкт-Петербург, Калининград, Одесса, даже создали целую, будем говорить, плеяду подводников, подняли всех. Включая, опять же, взяли Уцана, Шлёдера, взяли эти документы, что вот как они говорят об этом, как немцы относятся к этому. И отвоевали, что в 90-м году Маринеско было присвоено звание Героя Советского Союза. Владимир Иванович, у нас пошел 74-й год атаки века. Все-таки есть определенная горечь, несправедливость по отношению к Александру Ивановичу. Я понимаю, что там и родственники по-разному к этому относились. К сожалению, не совсем его поддержали в той вот сложной ситуации. Он фактически умер, заболел и умер от горя, да? От непризнанности. От признанности и горя. Когда его посадили в тюрьму, что сделала власть, которые, ну, у вас партийные работники, его посадили в теплушку к уголовникам. Когда уголовники узнали, что это Маринеско, они отнеслись со всеми почестями. То есть ему дали отдельную шхонку, его питание, полностью все. Даже они с уважением отнеслись к Маринеске. Вот. Поэтому Маринеско никогда не писал жалоб. Маринеско никогда не писал, не обращался никому. Он воспринял это как должное. Но даже вы посмотрели в кадре, когда Маринеско вручали поросенка, если был озвучен, когда диктор говорил центрального телевидения, всех назвал по имени, по регалиям и так далее, то когда Маринеско вручали поросенка, диктор центрального телевидения замолчал. Ему запретили сказать, что это Маринеско. Даже вот дошло до того, назовем это кощенства, по отношению к человеку, который, ну, признали даже немцы побежденной в нем. Он какой-то негероический герой. Личный ураг Гитлера, но при этом человек достаточно скромный, да? Да, очень был скромный. К сожалению, он умер в нищете, но память о нем есть, память о нем помнит, поставлена куча, будем говорить, памятник, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге, и здесь у нас в Одессе. И вот недавно, когда был день рождения Маринеско, и когда была такая века, подводники пришли, и возгружили, не только подводники, 105-я школа, и училище Маринеско. В котором он учился, и который носит его имя теперь. В котором он учился, в котором он учил, и в котором благодаря нашей организации там создан музей. Уважаемые телесрители, этот музей можно посетить, для этого ничего не нужно. Просто прийти на канатную 8 и сказать, что вы в музей Маринеско. Вот очень плохо, что мы, одесситы, сегодня вот, или не помним вообще, или помним очень мало. А есть музей Маринеско, где есть много тех памятных каких-то вещей из его биографии, которые вот такие люди, как Владимир Иванович, бережно собрали, сохранили, и разместили в этом музее. Туда можно прийти на канатную 8, милости прошу, пожалуйста. Мне удалось сейчас, ну, я в Польше, военно-морских сил, там тренируюсь, покопаться в их картах. И я удивительно обнаружил одну точку. Сейчас на польских картах вот это место, где потоплен Гусел, называется препятствие 73. Потому что раньше, когда... Но там не очень глубоко. Да, там не очень, да, там до 100 метров, но смысл не об этом. Что раньше водовазы, да, начали разграблять. Даже рында попала в польский ресторан, сейчас она в музее. Рында с Гуслова? Да, да, в польском было ресторан, а сейчас она в музее. Поэтому поляки заменили на своих картах и поставили просто препятствие 73 без координат. Ну, то есть, как бы так, это тоже память, все моряки знают, когда проходят мимо данных координат, дают гудок. Это, ну, традиция моряков всех. Но от мародерства это не спасло. Там, как бы, такого мародерства не было, но в многих музеях частной коллекции, конечно, появились много с Гуслова, непосредственно, будем говорить, тех фрагментов, которые есть. То есть, вот, тот же колокольчик, так называемый, я ее сам видел, она сначала была в ресторане, это несколько лет назад, ее перевезли в музей. И вот, рында считается в музее, кстати, военно-морских сил Польши. Поэтому они, кстати, это чтут, они знают. Я был в центральном музее их военно-морских сил, вот, в Гданске. И там, в Маринеске, тоже целая экспозиция, они помнят, знают, но уважают. То есть, у нас снова звонок. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я хочу сказать большое спасибо Владимиру Ивановичу. За то, что он делает в своем направлении, особенно для подводного брата. И сохраняет память о великом подворчике Маринеска. Ну и лично отреда спасибо Владимиру Ивановичу за клик, который вы сделали с тюрьмой песню. Зваживание горшков Александра Владимировича. Это, кстати, тот, кто именно создал эту музыку, слова... Спасибо, Александр Владимирович. Спасибо и за музыку, спасибо за участие. Спасибо, что помните. И спасибо, что рассказываете теперешним молодым. Они должны об этом знать. Мне так кажется. Мы сегодня воюющая страна, и нам нужны люди такие, как Маринеска. Нужна память о таких людях. Я думаю, что если мы можем еще так же рассказать другому Десетте. Это герои Лунина, Грищенко. Это те люди, которых действительно помнит весь мир. Лунин торпедировал знаменитый клинкор Тирпиц. Не потопил, но больше Тирпиц в море не выходил. Огромное грозное судно, вооруженное, что называется, под тем временем, по последнему слову. Да, по последнему слову. А Грищенко, человек, который также потопил очень много немецких кораблей, в 10 раз представляли героя Советского Союза. Но так судьбой его тоже обошли. Но, опять же, в том музее, где мы пригласили людей, на Канатной 8, большие экспозиции и Грищенко, и Лунину, и Маринеска. Это одесситы, которые знают во всех академиях. Мне пришлось быть и в Англии, и в Испании, и в Америке, и сейчас в Польше. Они говорят, это люди специалисты. Вот интересно, насколько эти люди между собой были знакомы. Они ведь пересекались неоднократно. Ну, конечно. Допустим, Лунин и Маринеска, они служили на Балтике. То есть, как бы, они тоже самое и Грищенко. Они все пересекались, они знали. Но это были три аса подводной охоты. Будем говорить так. Три аса, которые выходили в атаку, иногда просто без всяких документов, вопреки всей логике. Но они побеждали, но они сохранили экипажи. Это люди, которые здесь учились. Среднее образование гражданское получили. А военное уже в Питере. У нас что, звонок еще есть? Ага. Значит, пока нет, извините. Все. Поэтому, вот я же говорю. Слушай внимательно, да. Алло, вы в эфире. Алло. Алло. Значит, что у меня в школе, в школе, ассисте? Здесь у Космогорова Галина Георгиевна. Космогорова Галина Георгиевна, которая создала как альбом «Кроника восстановления памяти героя» Амаринеска. То есть она снимала активное участие в восстановлении его имени. Вот так. Хочу, чтобы назвали это имя. Космогорова Галина Георгиевна. Спасибо, Галина Георгиевна. Передайте, пожалуйста, Космогоровой от нас и от всех одесситов. Нам на самом деле нужно, чтобы Амаринеска, Алунини, Агрищенко знали. Знали и изучали, потому что такие люди в огромном дефиците и в большой цене. Я понимаю, что у нас торговый город, у нас светский город, у нас не только военно-морская база. У нас, в общем-то, как раз военно-морская довольно скромная. Но наши гражданские училища готовили блестящих военных моряков. Совершенно беспрецедентных. И спасибо, что вы позвонили. Есть еще некоторое время, минута с небольшим. Да, я хочу также поблагодарить вашу телепередачу, что вы действительно уделяете внимание патриотическим таким программам. Почему? Потому что сегодня молодежь, к сожалению, политика уже молодежи достала. У нас в Одессе, к сожалению, патриотизм разными людьми по-разному понимается. Я думаю, что все-таки вот этот патриотизм, что вы преподаете, будем благодаря ветеранской организации, он воспринимается однозначно. Потому что такие люди, как Грищенко, Маринеско, Лунин, это люди, действительно, которых вы возьмите сейчас, те, кто учатся в училище Маринеско, в морской академии. Они знают это, у них эти имена на суху. Я обязательно хотел бы продолжить цикл этих передач, немножко поговорить еще и о Лунине. А сейчас наше время, к сожалению, истекает. Спасибо за то, что вы у нас были. У меня в эфире был Белоусюк Владимир Иванович, капитан первого ранга, главный механик на подводных лодках, атомных уже. Значит, глава общественной организации памяти Лунина и инициатор, и во многом последовательно поддерживающий его создание музея Александр Маринеско. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!